Умные остановки в Магадане. Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. В рамках городской акции «День дублера» участники уже начинают подготавливать свои проекты. Сергей Дики учится в горно-строительном колледже. Молодой человек рассказывает, что решил поучаствовать в «Дне дублера», потому что ему интересна политика. Сергей хочет развивать Магадан. Его проект для конкурса – строительство умных остановок, где бы жители областного центра смогли отследить движение автобуса. Парень уже разработал структуру. «На этой остановке у меня есть уже разработки в программе «Компас», где заключается то, как эта структура будет выглядеть. Там будет соцкнопка, и 112 будет маршрут автобус, как ходит. И самое время, как будет двигаться автобус. Будет одеваться трекеры специальные на автомобиле. И спокойно будет выкладываться маршрут автоматический через Wi-Fi роутер, и все». По словам Сергея, такие остановки вандалы разрушить не смогут, поскольку материал будет очень прочный. Организаторы проекта «День дублера» рассказывают, что участники будут посещать тренинги на взаимодействие и командообразование. Кроме того, студенты смогут побывать на заседании Координационного молодежного совета Магадана. Ребята должны понимать, чем занимается муниципалитет, отмечают специалисты. В рамках подготовительного этапа студенты встретились с заместителем мэра Магадана Юрием Казетовым. «Вам, конечно, вы наберетесь большого опыта. Вы начнете немножко разбираться уже, кто за что отвечает и по каким вопросам, куда в мэрии или в области или еще в Думе обращаться. Это самое главное сегодня, чего не хватает даже в обычной жизни, простому человеку. Потому что приходят и начинают в одно здание ходить, во второе. И пока там двое-трое неделю находятся, повыясняют, кто может решить этот вопрос, уходит время». На данном этапе студенты готовятся к презентации своих проектов. По словам организаторов, они должны быть интересны и новые. Ведь действительно стоящий проект встретишь нечасто. Кроме того, специалисты стараются сделать акцию актуальной и полезной прежде всего для участников. «Понять, что было бы им интересно в рамках этого проекта, познакомить их с дальнейшими этапами и более подробно рассказать о том, что включает в себя вообще такой большой проект, который у нас планируется к реализации с апреля по ноябрь этого года. Различные этапы, мастер-классы и прочее, прочее». Из всех участников отберут около 10 человек, которые пройдут в следующие этапы. Для студентов проведут экскурсию по мэрии Магадана, а также по отраслевым органам. В ноябре подведут итоги конкурса. Тогда же сделают пресс-конференцию участников проекта.